я просто надеюсь что будут люди которые я человек со стороны с лишними учительными ресурсами я хочу присоединиться к вашей платформе и поднять денег на своих лишних ресурсах есть ли примерный стимейт когда это будет возможно да у нас собственно есть ротмап первый квартал двадцатого года где-то при этом я получаю землю в эфире да все ту беда но скорее всего скорее всего наших ну через децентрализованную короче там много вопросов я вообще считаю что можно и фиатную оплату сделать ну то есть очень очень много вариантов экономика юридические и так давайте переплое собственных плане происходит в одну кнопочку вот у нас есть тэшборд я на него впервые зашел тут есть инстант диплой тут есть две кнопки одна на этой сквейт бейс который он сейчас вы сразу вопрос на превошел какой-то интерфейс а с чьими придержима у меня вообще или это прямо там забит это рима прям забит кашли ритерию твой приватный ключ и на бренки бишь лен назад ну что длинки бей но все то есть это вот вот этот интерфейс это один шилер на всех оба вы используете сюда но прежде сейчас светил свой фабраком при этом можно через метамаск пользоваться у нас javascript библиотека поддерживает включение через метамаск ребят об этом еще раз на и тут на самом деле тоже можно сделать это маска но это усложняет флоу когда у меня нет метамаска деньги за денег на рынке бит сложно вот хорошо 1 . 1 кнопочка этой скольбозда вторая кнопочка это то чем вы скорее будете пользоваться на хакатоне тут можно вам видно можно загрузить веба сэмби файл и задеплоить его на класть лишь 4 но это видео я нажму кнопку диплой и тут видно что отправляется транзакция давайте посмотрим что она правда отправляется я кстати нажимал на эту кнопочку вчера у вас отправляла я не дождался там просто вчера пришло очень много людей и забили нам сегодня добавили еще выкатались вот так дождем пока и застан собственно тут нам уже отправилась на акции теперь просто дешборд ждет пока поднимется 4 из 4 но поднимется поднимется там когда отправляется транзакция на и когда она приходит на ноду но ты поднимаешь себя веб-асэмбле виртуальную машину и тендер мент 2 декор контейнер поднимается на каждой на 1 из 4 на каждый аппликейшн каждый аппликейшн каждый аппликейшн свой пластик да сначала моды они регистрируются у нас здесь 12 но они зарегистрируют себя в ингиби если хочешь быть майнером ты поднимаешь ногу запускаешь на ней токер ген токер контейнер вот этот апп запрос на новый апп он же сначала в интере должен попасть смотри как это работает я вот сейчас покажу как это работает просто тут никак эзерскан не вот он увидел кто-то со мной повторяет он увидел транзакцию собственно когда отправляет транзакция транзакция это вызов методов смарт-контракт в смарт-контракте передается вот сторич хэш это IPFS хэш ссылка на код когда это вызов доходит до ноты она скачивает за IPFS код и поднимает его тут на самом деле можно его скачать и нам ну в этом смысле никого нет потому что просто у вас он файл может ткнуть он скачать вот наше приложение задеплоилось у него номер 62 мы периодически ощущаем положение вот собственно что здесь есть так у нас поднялась и сквейл баз данных давайте мы ее поиспользуем давайте мы сходим в вид морду сейчас погрузится где лежит чем она это морда предметал у нас в облаке на общение можно просто кинуть в IPFS она будет просто работать давай что тут есть помимо ссылочки на исходе веб-интерфейс здесь еще есть javascript код через который можно подключиться к базе данных давайте я вам прямо сейчас покажу как вы тут есть несколько параметров это приватный ключ который через который производится авторизация базе данных это адрес контракта идентификатор приложения и ссылочка на лайк ноду и потом вызывает собственно фьюнс . на это метод который создает сессию с класть это просто флмода она быстрее работает интересно но планика это флмода ринкеби эфира то есть любой запрос пойдет через ринкеби еще разок ну то есть любой запрос к базе данных пойдет через ринкеби это нужно чтобы найти к кому пойти найти последнюю запись обращение к контракту с регистрацией итак у нас все таки создалась сессия давайте здесь создадим табличку и вставим в нее какие-то данные и сделаем следую что делаешь к и тейбл и силе если база поднялась ламы теперь это база написано на расти не нами вы ее просто партирует просто взяли целиком базу данных и сделать из нее контракт да а потом возьмете редис и сделать из него все так и есть потом возьмете microsoft office 360 и сделайте из него контракт и не потом возьмем винокс вот собственно у нас создалась табличка у нас вставились туда данные с сарой богом королиной максом и посчиталась средняя по их возрасту почему-то не отвечает мне эфир нода она иногда падает очень подходящий момент просто ошибка знать что мне не отвечает эфир нода мне очень обидно но сделать ничего не могу прямо сейчас давайте вам покажу что еще можно сделать через эту дешборд через этот дешборд вот фраза сделали из нее контракт означает у нас не фаза да 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 сконфлировали хорошо так как мы подправляли каких-то запросов то высота блокчейна тендерник блокчейна она увеличилась если мы например еще раз отправим запрос какой-нибудь еще insert в котором мы укажем возраст небольшой возраст и попросим среднее видите изменилось лечение то здесь высота количество блоков увеличится это все должно быть эффективно увеличить но в общем пластер работает он отвечает на наши запросы сохраняет данные и может считать агрегаты по данным все это децентрализован и сейчас это создание запросов с созданиями на genesis тайм это время когда пластер создался на тракте это нужно там дерминту ему нужно знать чтобы договориться о консенсусе хорошо вот что мы сделали только что подключили запустили базу данных подключились к нему в жава скрипте и посмотрели что она действительно работает есть ли какие-нибудь вопросы так если я правильно понял с UBD скомпилирована в WebAssembly и она выполняется параллельно на нескольких компьютерах где-то в облаках я могу к ней обращаться через http конкретного ip адреса ну или нескольких из пяти и будет одинаково а жесткого диска при этом нет все в памяти то есть WebAssembly программа пока она там крутится она работает BFT работает ну там два из трех да там ну или там четыре из шести пока две трети но сколько нот нужно ну то есть в принципе три хватит даже да если там не сильно большой 4 4 от четырех нот должно быть запущено на самом деле можно и на одной ноте да но это для BFT нет да тогда BFT нету то есть чтобы было BFT а ну а если нету BFT там наверное по условиям просто оно отключается и больше не не работает нет оно работает на одной ноте просто нет BFT теряется гарантия это real-time просто доверяете одной ноте это сделано для гибкости сейчас в данной ноте можно так делать а ну это ноблизаторы потом все равно придут в принципе да я все равно проверю да просто ты сейчас можешь получить это сейчас когда я пушу куда-то там этот WebAssembly файл то я там указываю сколько соседних должно ответить что окей чтобы он продолжил дальше работать и иначе он должен остановиться ну если они теряют консенсус то они останавливаются вот то есть в консенсусе я указываю сколько на сколько нот я запушил да при дипломе приложения можешь указывать сколько нот тебе нужно если они потеряют консенсус они попадут в лапки вверх а вот это кластер называется да и ну так то есть уже сейчас это можно разворачивать да у себя кластер можно разворачивать не у себя а у нас в интернете ты поднимаешь ноду а эта нода начинает выполнять какую-то работу для Fluence когда ты публикуешь свой DAP у тебя для этого DAP создается кластер на каких-то нодах Fluence поднимается у тебя инстанс вот этого вот твоего если ты сказал 4 значит поднимается на 4х нодах это выбор а как выбирается власть то есть если я хочу чтобы именно на моих 4х было я 4 там компьютера для этого выделю да смысл нет можно на своих нет можно на своих можно стать майнером зарплаты на это деньги ты можешь отдать свои впечатления сколько хочешь компьютеров как выбирает Fluence через Fluence через смарт-контракт вся оркестрация происходит смарт-контракт есть зарегистрированные ноды которые говорят я могу у себя поднимать 10 приложений 30 100 приложений и есть разработчики которые в смарт-контракт кидают ссылку на свой код и смарт-контракт просто мачит сколько нод сколько нужно коду и отправляет ивент подними за диплом я к чему если давай мы обсудим после я отвечу на все вопросы у меня тоже есть вопрос вот мы создали базу данных то есть база данных памяти то есть хранилище у меня память этой базы это память ВАСМА да окей то есть если я вдруг реализую токен то все кто у меня получили эти токены это у меня хешмап в памяти этого контракта да могу ли я доступаться к памяти других контрактов которые мне разрешают покажет могу ли я делать вызовы к другим контрактам пока что нет здесь только реквест так все окей то есть я голый вас ну хорошо итак как вообще использовать флюмин что на нем можно делать на нем можно делать на нем можно делать